В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Корь вернулась в Россию, как уберечь себя от вируса. Отдых с пользой. Летняя лингвистическая школа открылась во второй гимназии. С русским воином через века библиозорница прошла в Пушкинке. Далее расскажем обо всем подробно. Всплеск рождаемости прогнозируют в регионе в ближайшие три года. За последние 10 лет количество многодетных семей в Нижегородской области увеличилось в два раза. Однако в пандемию многие пары отложили решение о планировании семьи. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале. Специалисты-демографы уверены, что со второго полугодия этого года и в последующие 2-3 года темпы прироста новых случаев рождений в семьях увеличатся. Глава Минздрава также отметил, что правительство Нижегородской области делает все возможное для улучшения демографической ситуации в регионе. Ведется модернизация поликлиник и больниц, уделяется большое внимание диагностике заболеваний и выявлению их на ранней стадии. Строятся новые детские сады и школы. Корь вернулась в Россию. Карантин из-за кори ввели в МГИМО. Первая заболевшая – это студентка третьего курса. Сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Шесть случаев заражения корью выявили в нашем регионе в этом году. Три из них – завозные. По каким симптомам определить болезнь и как предотвратить заражение – расскажем далее. Вирус кори обнаружили у студентки третьего курса Московского государственного института международных отношений. Из-за этого в ВУЗе ввели карантин. Уже сейчас организовали вакцинацию студентов и преподавателей, которые ранее не болели корью. Учащиеся перешли на двухнедельный дистанционный режим учебы. Корь – острое инфекционное заболевание, которым болеют и дети, и взрослые. Болезнь передается воздушно-капельным путем и опасно развитием осложнений органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Активное распространение вируса вызвано тем, что на территорию Российской Федерации начали приезжать мигранты. В Сарове последний случай этого вируса был 24 года назад. При коре здесь расстояние, когда человек может контактно изразиться от больного, увеличивается до 5-8 метров. То есть это концентрация в выдыхаемом воздухе, так как это воздушно-капельная инфекция, при разговоре, при чихаре, при кашле. Поделяется вирус во внешнюю среду и может проникать через дыхательные пути, есть не исключено, что через конъюнктивы глаза. В инкубационном периоде корь определить сложно. На катральной стадии появляется температура, кашель, недомогание. Но и в этом случае корь очень похожа на обычную простуду. Характерные для кори высыпания пятна появляются сначала на слезистой полости рта. На третьи-четвертые сутки сыпь распространяется по телу человека. Сначала поражается кожа лица и шеи, потом пятна переходят на тело и конечности. Также инфекция может передаваться от беременной мамы к малышу внутриутробным путем. Специфическое лечение кори не существует. Существует симптоматическое лечение, когда облегчает состояние здоровья. Основная профилактика – это обязательно, конечно, вакцинация. Вакцинация, согласно календарю национального календаря профилактических прививок, это у деток, начиная с 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет, и они считаются защищены. Значит, после заболевания, пожизненный иммунитет, повторно случаях заболеваний, кори не встречается. Если известно, что здоровый человек контактировал с больным корью, то необходимо сделать вакцинацию в первые 72 часа. Она обеспечит легкое течение болезни. Самая надежная защита против кори – вакцинация, утверждают специалисты. Те, кто не болел этой инфекцией и не прививались, находятся в группе риска. Благодаря противопедемическим мероприятиям в России в два раза снизилось количество зараженных корью. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Дочь сотрудника МЧС из Сарова выиграла всероссийский конкурс «Не играй с огнем». Принимались рисунки, поделки, соответствующие тематике конкурса, то есть отражающие работу пожарной охраны или правила пожарной безопасности. Среди возрастной категории от 5 до 6 лет воспитанницы детского сада номер 45 Дарья Кашкарихина подготовила работу на тему «Огонь наш друг, огонь наш враг». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Совет по качеству жизни появится в Нижегородской области. Новый институт поможет внедрить региональный социальный стандарт, целью которого станет улучшение качества жизни. Также в регионе создадут к концу года многофункциональный центр организации людей с инвалидностью. Он будет выполнять роль единого окна для людей с ограниченными возможностями здоровья по наиболее важным для них жизненным ситуациям. Рекордным по количеству посетителей Саровского драматического театра стал прошлый год. На мероприятия, включая спектакли, концерты и гастроли, пришли почти 52 тысячи человек, что в два раза больше, чем в 2021 году. Роста внимания публике удается добиваться благодаря постоянным поискам новых творческих форм, поддержанию баланса опыта и молодости актерского состава, разнообразию жанров спектаклей, а также реализации проекта «Пушкинская карта». В парке имени Зернова пройдет выставка работ в рамках городского фестиваля художественного творчества «Я и Саров. Мечты о будущем». Экспозиция начнет работу в День России 12 июня. На выставке представят свои творения сотни юных художников из общеобразовательных школ, кружков, студий, школ искусств, художественной школы нашего города. Тема фантастической реальности выполнена в разнообразных техниках. Живописи, графика, макет, компьютерная графика. Аудирование, чтение, говорение. Летняя лингвистическая школа начала свою работу во второй гимназии. На протяжении трех недель ребята будут изучать иностранный язык по программе международных экзаменов. Также в гимназии стартовала летняя смена для детей 10-11 лет. В гимназии номер 2 шумно и весело. Там открылась летняя смена для детей 10-11 лет. Лагерь нацелен на тех, кто в этом году планирует поступать в гимназию. Поэтому организаторы решили заранее познакомить ребят друг с другом, чтобы дети сплотились и смогли узнать новых одноклассников получше. У нас профиль лагеря лингвистический, что предполагает изучение английского, русского и французского языков. И такая генеральная идея путешествия по странам мира на летнем экспрессе и знакомство с традициями, культурой разных стран, в том числе и России. На протяжении всей смены ребята будут принимать участие в интерактивных играх, тренингах, ходить в бассейны и создавать видео, которые в конце смены они покажут преподавателям. Параллельно с летней сменой «Планета детства» свои двери распахнула и летняя лингвистическая школа. В этом году в ней обучаются ребята с 5 по 7 класс. В течение двух или трех недель проходят у детей занятия. В этом году они проходят с 29 мая по 9 июня. Это три занятия в день. Они обычно проводятся в нестандартной форме. С ними мы занимаемся аудиторием, чтением, говорением, письмом, подготовкой к международным экзаменам. И поем и танцуем. То есть разнообразные активности, так чтобы детям было интересно, но и одновременно полезно. По словам Андрея Дегтярева, такие занятия дают детям хорошее владение английским языком, а также охват тем, которые отсутствуют в учебной программе. На занятиях дети смогут раскрепоститься и побольше общаться на иностранном языке. Я еще хотела сюда пойти в прошлом году, потому что это возможность улучшить свой английский, также улучшить навыки русского языка, например, узнать о просторечиях, о старинных словах. Сейчас ребята обучаются по программе международных экзаменов. Многие из учеников удивились этому формату. Но педагогам не привыкать обучать детей чему-то полезному. Например, на одном из занятий школьники попробуют составить комиксы на английском языке. Библиоза Орница с русским воином через века прошла в детской библиотеке имени Пушкина. На площадке под открытым небом участники выполняли задания на четырех исторических станциях, где познакомились с военачальниками России. Мероприятие состоялось в рамках грантового проекта «Православная инициатива». За всю историю России воинам нередко приходилось защищать свою родину от вражеских нашествий. Но во все времена находились храбрые и мудрые полководцы. Имена русских богатырей Ильи Мурмца, Доброни Никитича и Алеши Поповича, князей Александра Невского и Дмитрия Донского до сих пор хранит народная память. На библиозорнице с русским воином через века юные участники познакомились с подвигами выдающихся военачальников и героев боевой истории России. А для этого ребятам предстояло пройти четыре станции. Это событие у нас стало открытием нашего проекта, который также называется «С русским воином через века». Проект, который был поддержан фондом «Православная инициатива». Задача нашей библиозорницы – рассказать о тех лучших качествах наших защитников, пускай они еще в Древней Руси были, жили и сражались, рассказать о лучших качествах, которые можно применить и в нашей жизни, взять с собой в 21 век. Переходя от одного века к другому, несколько команд разгадывали ребусы, шифры, работали с книгами, узнавали новые факты в форме увлекательных заданий. А так как любой воин должен быть физически подготовленным и смелым, то на спортивно-патриотической игре юные читатели посоревновались еще в силе, выносливости и ловкости, питании, веселых эстафетах и плюс ко всему развили навыки командной и слаженной работы. Мы сегодня с ребятами сработались быстро, четко, иногда смеялись, баловались, но так-то все были серьезно настроены, быстро все прошли. Очень крутой квест, основан на исторических фактах и физическую силу. Тут тоже мы проверяли свою, и у нас все получилось. В 16 веке богатырей, придумали уже название богатыри, а раньше их звали храбр. Мы узнали, кто давал благословение на Куряковскую битву, Сергей Радожский, о Ушакове узнал, то, что его боялись турки, и придумали ему название Ушак-Паша. А в конце исторического квеста ребятам рассказали про акцию, которая стала логическим продолжением мероприятия. Читаем о защитниках земли русской. Пушкинка предлагает детям, родителям и педагогам прочитать книгу о народном герое любого исторического периода и сделать отзыв в виде презентации, видеорассказа или текста размышления. В рамках этой акции мы планируем и почитать сами вместе с детьми отдельные произведения, небольшие рассказы и обсудить их. И в том числе предлагаем выполнить самостоятельные работы. Или всей семьей, или какими-то отдельными группами, если кто-то пожелает. Может быть, ребята захотят сделать такие работы сами. Если кто-то захочет, чтобы ему помогли, мы в библиотеке обязательно поможем. К участию в акции «Читаем о защитниках земли русской» приглашают детей от 6 лет. Работы можно отправить до 20 августа на электронную почту библиотеки Пушкина, либо самостоятельно принести в любое структурное подразделение. Лучшие отзывы войдут в виртуальную мемориальную экспозицию. Подведение итогов акции состоится в сентябре. Виртуальные экскурсии по историческим местам России проводят в рамках программы «Краеведческий дилижанс» в библиотеке имени Маяковского. Темой последней встречи стали старые дворянские усадьбы Нижегородской области. Также гости мероприятия поучаствовали в краеведческом марафоне «Саров. Время. События. Люди». В России насчитывается огромное количество памятников и исторических мест, многие из которых широко известны во всем мире. Сюда каждый день стекаются тысячи туристов из разных стран. Старые дворянские усадьбы и поместья привлекают свои истории загадочными и необычными судьбами их владельцев. Много старинных построек находится и на территории Нижегородской области. О них подробно рассказали сотрудники библиотеки Маяковского на виртуальной экскурсии «Кусочки ушедшей эпохи» в рамках программы «Краеведческий дилежанс». Это виртуальные экскурсии, какие-то познавательные программы по истории нашего города, а также по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Как часть нашего краеведческого дилежанса выделен православный туризм. На этих программах наш заведующий отдел рассказывает об интересных храмах, монастырях. Познавательные встречи проходят два раза в месяц, за исключением летнего периода. Узнать о следующих виртуальных экскурсиях можно в отделе краеведения. Также в этом году библиотека Маяковского запустила новый проект «Краеведческий марафон-2023. Саров. Время, события, люди». В течение каждого месяца среди посетителей библиотеки проводят две экспресс-викторины об истории Российского федерального ядерного центра, монастыря, улицах, памятниках, достопримечательностях и ученых города. За участие в викторинах читатели получают флайеры с интересными фактами о Сарове. Вот эти флайеры можно в течение года собирать. Называется он у нас «Информационный кейс». Объявлен конкурс для тех читателей наших и вообще участников викторины, кто наберет самое большее количество флайеров, предусмотрен приз. Итоги экспресс-викторин ежемесячно публикуют в рубрике «Краеведческий марафон. Мониторинг знаний» на сайте библиотеки. Флайеры вручают из-за посещения отдела литературы по краеведению и массовых тематических мероприятий. Участники программы «Краеведческий дилежанс» также могут испытать свои знания в викторине. Следующие виртуальные экскурсии в библиотеке Маяковского пройдут осенью. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА